Борису Егорову ровно 90. Родился в семье железнодорожника в городе Знаменка Кировоградской области. Впервые взял кисть в руки в 6 лет. Лишь два года назад художник перестал рисовать по состоянию здоровья. Природа требовала общения. И вот он один, будучи одним, часто уходил. Там шикарные леса в Знаменке. Он уходил в лес, общался с природой. Ему нравилась вокруг красота. Там и растительный мир, и животный мир. Рядом с Борисом всегда его супруга Елена. Она помогает мужу оформлять выставки. Некоторые свои работы Борис Егоров подарил Кировоградскому областному музею в 2010-м. В марте этого года картины художника вновь увидели в его родном городе. Кировоградский художественный музей ближе. И очень мы с ним сотрудничаем. Много я туда подарил картин своих произведений, нежели наш Запорожский художественный музей. Работники Кировоградского музея отметили картины военной тематики и социалистической эпохи. На них художник изобразил рабочий народ. С помощью нашей съемочной группы кировоградцы передали Борису Егорову символическую посылку. Будете пить чай и вспоминать родной город. Также здесь работники музея написали вам письмо, ну и небольшая материальная поддержка. Большое спасибо за материальную поддержку и за внимание к Кировоградскому музею. Очень внимательно относятся они к моему творчеству. Спасибо им. Также художник смог пообщаться по телефону с работниками Кировоградского музея. Они лично поблагодарили Бориса Егоровича за подаренную экспозицию. Большое приветствие от наших коллег, от нашего музея. Большое приветствие. Доброе. Дякую, дякую. И от Знаменского районного краюзнавчого музея вам великое приветствие. От співробітников музея, от места Знаменки. Теж вам великое приветствие. Ці Знаменки? А где они сейчас в Знаменскому? Вони в Знаменці, в Знаменці, але вони нам телефонували, продавали вам великий-великий привет. І по бажанням здоров'я, міцного і всього-всього найкращого. Тримайтеся. Дякую. Кроме картин, виставленных в Кировограде, у художника насчитывается ещё десятки работ. Часть из них находится дома. Семья Егоровых рассказала о дальнейшей судьбе этих пейзажей. Говорят, что они должны занять достойное место в Запорожском областном краеведческом музее. Хотелось бы, чтобы, если бы это можно было довести наше желание, чтобы всё-таки в Запорожье сделали, пусть не сейчас, там сейчас такое сложное время, запланировали историю Запорожского края. И в этой истории Запорожского края отразить все этапы нашего Запорожья.